Получается, что Борис Александрович вообще по всему Союзу ездил и работал? У него была такая, да, когда он уже, он и в Ульяновске-то вынужден был таким, не вынужден, это его была работа. И здесь, когда он переехал в Санкт-Петербург в 2002 году и стал здесь работать, он здесь работал на должности, ну там, у вас написано, главного специалиста по научно-технической работе. И он ездил по авиакомпаниям, проводил учебу с руководящим составом в рамках дополнительного профессионального образования. Это тоже, так сказать, одна из составляющих деятельности любой авиакомпании, где постоянно надо повышать квалификацию и руководителей, и действующего авиакомпаниям. Вот он этим был таким центровым в этом вопросе. Действительно, он ездил практически в серии компаний. Вот последний раз он тоже ездил с этой задачей в город Торск, но вот трагедия, к сожалению, такая. Отглавлял там летный методический центр, он под долгую службу должен был это сделать, потому что в этот момент российские авиакомпании стали летать часто за границу. Раньше этого не было. Это в 80-е? Ну, в 80-е, ну, давайте так скажем, что... Вообще, он возглавлял летный методический центр, который занимался совершенствованием эффективности работы летной работы и обеспечением безопасности полета. Такой был центр в структуре. Ну, вам, чтобы понять, надо понять, что такое ценно-гражданская авиация стран-членов СЭФ. Вы слышали когда-нибудь об этом? Нет. Вот это даю вам кратенько... Кроме СЭФ, нет. Кратенько расскажу. Значит, в городе Ульяновске существовал такой центр гражданской авиации стран-членов СЭФ, где была налажена работа по переучиванию летного состава гражданской авиации на новый типо воздушных судов. Не только СССР, но и все страны, которые закупали нашу технику. Это все вот эти страны СЭФ. Кроме того, эти были северные африканские страны. Куба, Вьетнам, Китай. Вот эти все страны, которые... Ну, все кореи, наверное, тоже являются. На память у меня не было. Нет ее. Вот. И... А летометрический центр, он обеспечивал, значит, современными наработками по эксплуатации вот этих самолетов первого-второго класса. А он возглавлял этот центр. И поэтому, конечно, один из первых осваивал эту технику. Ну, а я просто не понял вопроса сначала. А в 90-х годах он уже осваивал на этом самолете, летал за границу. За граничное рейс отделал. Вот если вот кратко очень. Но тут надо понимать, что такое летометрический центр. Это в структуре центра ГАСЭФ был такой летометрический центр. Он тогда имел очень высокий статус в гражданской авиации, поскольку подчинялся он министерству гражданской авиации. И, в принципе, они выдавали ему задания на разработке. И он готовил нормативные документы в свете, так сказать, текущего момента. Если что-то вам, знаете, что-то говорит, то... Ну, про... Ну, про... Субтитры создавал DimaTorzok